Так сложилось, что на протяжении всего 20 века Италия очень сильно кренилась влево. После окончания Первой мировой войны она быстро попала под власть Бенито Муссолини, который все же смог остановить падение страны в объятия коммунистов. Но они там чувствовали себя довольно вольготно и пользовались поддержкой населения. После Второй мировой там тоже были сильные левые движения, которые перекрашивались в различные цвета и целые гроздья квазикоммунистических партий и движений и варили там воду как хотели. Все было настолько запущено, что левые умудрялись организовывать боевое подполье, которое прославилось громкими терактами. Там до сих пор помнят эпопею с похищением премьер-министра Альдамора и взрыв на железнодорожном вокзале в Болонье. Но на счастье самой Италии она вошла в блок НАТО и ситуация стабилизировалась внешними факторами, которые хоть и не радикально, но действенно удерживали ситуацию в рамках приличия. Но все это сошло на нет с развалом Совка. Титульный противник НАТО на время почил в БОЗе, потому внешние предохранители утратили смысл и популизм там стал клокотать, как это бывает, когда в дырку сортира с выгребной ямой бросили килограммовую пачку дрожжей. Как следствие, правительство нагрузило бюджет странными расходами, и финансы перестали петь «Бравые арии» из оперы «Аида», а стали выводить грустные романсы. Правда, и до особых кризисов дело не доходило, но показать какой-то рывок там тоже оказалось некому и незачем. Но в это время не только в Италии, но там особенно, стали ведь гнезда россияне, которые припали к источнику и качнули себе на карман миллионы вечно зеленых долларов. Во-первых, там тепло и даже зима достаточно мягкая, во-вторых, относительно недалеко. Все же Испания вдвое дальше. И потом родина классической мафии сквозь пальцы смотрит на людей, которые умеют жить. Тем более, что различные незаконные способы добычи евро и долларов они демонстрируют у себя на родине, а в Италии щедро тратят их, скупая недвижимость, автомобили и яхты. Кстати, этим же самым занимаются и наши специалисты, которые еще не смогли набраться денег так, чтобы уехать в Англию, например, или Швейцарию, где и отношения не то, да и житьишко там не в пример Италии дороже. Что характерно, украинские и российские специалисты по добыче свободно конвертируемой валюты живут бок о бок и практически ничем не отличаются. А уж конфликтов там вообще никаких нет, поскольку они одним миром мазаны. Тем не менее, для беззаботного житья даже в Италии нужны десятки миллионов долларов. Это хорошо, если ты уподобился российскому двоеборцу, который накидывает на вентилятор и является вентилятором одновременно – Соловьеву. Он официально за свое кривляние перед камерой в странном френчике получает свой миллион, а плюс к этому творческие вечера, мемуары и прочее. В общем, денежка постоянно капает и это его радует. Он приезжает в Москву, чтобы рассказать в телевизор о величии Московии, а после этого отчаливает на берега озера Кома. Это техническая схема. Куда хуже, когда доходы на родине прикрываются и надо жить с того, что успел оттуда вывести. А это значит, надо разместить свои деньги так, чтобы не привлечь внимание и одновременно, чтобы они работали и приносили доход. А в Европах высокой доходности нет. Там 10% дохода – хороший куш, но наши же не привыкли жить с таких процентов. Или сумма должна быть значительной, чтобы жить на проценты. Все это к тому, что наши граждане, предатели, изменники и прочие деятели, которые сейчас лихорадочно торгуют интересами Украины, должны себе понимать, что действуют исключительно в интересах Москвы и как бы они сейчас ни крутили кормой, ситуация скоро изменится и придется бежать. Это случится хотя бы потому, что кремлевскому заказчику скоро станет не до них. Мало того, ситуация может развернуться настолько нехорошо, что отъезд на ПМЖ в Ростовскую область, если даже у тебя в Московии есть какой-то бизнес, окажется не самой удачной и, что самое главное, не самой безопасной идеей. Как только там концепция изменится, чужаки в момент пойдут под нож, а уж выбивать из них «таньга» там всегда умели. И вот тогда, когда придет время сваливать из Украины, поскольку спрос на вас будет очень жестким, Италия окажется таким себе островком безопасности в Тихой Гавани. Все те, кто сейчас с умным видом вещают о том, что формула Штанмайера – это ерунда, что покупать российские газы и электричество – хорошая идея, что сдача своих территорий под любым предлогом не противоречит Конституции и что их в этом поддерживает большинство населения Украины, будут быстро соображать, в каком направлении двигать. Но, как мы говорили выше, для того, чтобы там осесть, нужны десятки миллионов чистых евро. Здесь ключевое слово «чистых». Дело в том, что даже удачно смывшись и переправив туда свои деньги, в один прекрасный момент ты можешь обнаружить, что счет заморожен, а когда начнешь выяснять причину, тебя попросят указать, каким таким непосильным трудом вы все это заработали. А потом сделают запрос в Украину, которая уже не будет во власти предателей. И если из Украины придет отрицательный ответ, то в лучшем случае денежки конфискует местная власть, ибо лишними они не будут. А в пиковом случае вернут в Украину с тем, чтобы следом экстрадировать туда и тушку, которая их завезла в Италию. В самом деле, надо быть чудаком на совсем другую первую букву, чтобы себе полагать о нынешней власти, что эта тупость и бездарь продержится долго. Даже если бы она и не подыгрывала Кремлю, все равно такая чудовищная криворукость и пустота в головах приведет все к тому же самому. А без денег и поддержки Кремля эта публика никому не нужна. Таким образом, останется два логичных выбора – либо сидеть на месте и ждать, пока за тобой придут и станут задавать вопросы о том, как это ты так решил отвезти украинские войска с украинской территории, где живут граждане Украины, которых государство обязано защищать, либо двигать в Италию, Францию или Испанию. В Германию нет смысла. У них разведка действует очень хорошо, просто этого не видно, поскольку сейчас там нет политической воли, но мало ли что, а вот в Италию – самый раз. Так что копить на переезд надо начинать прямо сейчас. Потом уже будет поздно.